ГОСТЬ В СТУДИЯ ГОСТЬ В СТУДИЯ ГОСТЬ В СТУДИЯ ГОСТЬ В СТУДИЯ Ну, конечно, ощущения депрессивные, потому что я жил целый месяц в Латгалии, объездил всю Латгалию, и, в общем-то, самое страшное, по-моему, это демографическая ситуация в Латгалии. Молодежь уезжает, люди, которые могут работать, зарабатывать для пенсионеров в пенсии, их становится все меньше и меньше. Безработица в Латгалии в среднем 20%, резык на становится 30%, понимаешь, вот идешь по улице, каждый пятый пенсионер. Ну, и настроения, конечно, очень такие, ну, никаких. Люди смотрят на политику, на рекламы, которые вылазят из каждого куста и на каждой остановке и так далее. Такая сюрреалистическая картина, да? Ну, картина такая, в общем-то, привычная, потому что столбы обклеивали всегда, но как-то вот то, что больше всего, апатия в глазах людей, не пойду, не надо, ничего не могу изменить. Вот такое примерно, я думаю, что реклама там большой роли не играет, потому что люди, ну, вот как, скажем, люди, которые болеют за футбол, вот я за «Спартак», он за «Динамо», он уже знает, за кого там. Ты можешь ругать Вену Атыбу сколько хочешь, там есть чиновники, которые всегда проголосуют за Вену Атыбу, люди, для которых наше – это согласие, для других наше – это русский союз, ну, так примерно. А вот то, что опросы говорят о том, что очень большой процент неопределившихся, как вы думаете, в Латгале тоже такой процент? Да, я думаю, да, и поэтому очень важно все-таки с людьми встречаться, разговаривать, хотя бы на базаре, вот это такое общение с людьми, народное, знаете, как ты вот пошел на базар, хочешь купить яблоки, бабушка смотрит, говорит, а вы не из Риги? Я говорю, я из Риги, а соседка качает, ты, дура, что-то не узнаешь, это же Юрганс, но потом подходят, и людям нравится поговорить, понимаете, не то, что вот просто прочитать какую-то листовку и так далее. Такое общение, ну, таких общений мало, и самое печальное то, что ты людям ничего обещать-то не можешь, потому что мы понимаем, что мы живем в очень большом кризисе во всем мире, в Европе, в Латвии тем более, живем в ситуации, когда старые структуры меняются. Или это глобально, да? Глобально, ну, возьмем Евросоюз, что вы думаете, это очень сильная стабильная структура? Нет, и вот сейчас, следующий год, Великобритании выборы, они уже говорят даже о том, что надо из Европы уходить, потому что иммиграция уже задушила, ну, вот такие настроения. И, конечно, вот наши газеты, офицеры спугают, особенно в Латгале, людей тем, что вот эти зеленые человечки в виде собирателей грибов, вот такие грибники, они пойдут через границу, перейдут, а там потом у них уже и гранаты, и пулеметы. Так вроде пишут о том, что латгальцы готовы их поддержать, жители Латгалии, в смысле? Вы знаете, да? Я думаю, да, потому что настроение в целом пророссийское, потому что Россия – это сосед, это бизнес, это, ну, где-то наше, потому что вы знаете, что Латгалья проголосовала за второй госязык, русский язык, особенно Даугов, но очень русский город, это совершенно другая Латвия. Но, ну, ладно, пусть там у них такие настроения, но настроение по тому, что, например, вот в Резакне, я был в мясокомбинат, 400 человек работающих, директор должен был уволить 150 человек. Из-за этих санкций, да? Из-за санкций, потому что санкции России продавать колбасу нельзя, кто еще будет ее? Немцы будут покупать, нет? Вот Китай, может быть, сейчас заговорили, да? Говорят о Китае, конечно, и говорят это вроде всерьез. Они же любят докторскую колбаску в Китае. Ну, понимаете, если у нас в списке одна дама, у нее 600 коров, себестоимость производства молока – 23 евроцент. Покупают, если покупают за 17, у нее 50, больше человек на ферме работают. Что с ними делать? Она их должна уволить, люди опять на улице, без работы, и вот это одна. А молодежь, конечно, вот говоришь с молодежью, которую еще видишь, которая еще не уехала, которая, может быть, еще учится. Молодежь уезжает, настроения такие, должна учить или должен учить английский язык и сматываться. В принципе, вот так едешь по Латгали, Латгали очень пустая. Очень пустая и, ну… Уже и по Риге идешь днем в рабочий день, уже тоже мало народу. Ну, Рига – это всегда будет наполнено, он красивый город, здесь другая – это метрополь Балтии, так что Риги нет. Но в целом в Латвии демографическая ситуация и в Европе она драматична не только тем, что больше умирает, нежели рождается, но структура пенсионеров очень плохая, пенсионеров больше, нежели тех, которые в возрасте, которые могут работать, брать кредиты и развивать экономику. Их становится все меньше и меньше. Это факты, это статистика. И, конечно, больше всего пугает или людей тревожит сама Россия, состояние ситуации в России. Люди же все-таки читают газеты, слушают, живут рядом, что в России тоже не все хорошо, что цены на продовольственные товары повысились там на 10%, инфляция, рубль упал на 25% к доллару, а это значит, что ипортные товары, они на 25% дороже, инфляция уже идет к 10%, ну и прирост производства тоже где-то 0,5%, ну, в принципе, такая рецессия. Рецессия идет, да. Вот как жить вот в таком окружении? Есть ли формула? Ищут ли формулу наши политики? Дебата показывает, что нет. Они ничего не знают, что делается в России, они только знают пугать. Представляете, какой был у меня шок? В Дагде, в пятницу, Латвия-Саввиза делает такую программу, грамоту, свадки, книжный праздник, ну и 7 лидеров, ну, все лидеры списков полагали. Первый вопрос. Вот, разыграем сценарий. Вот эти зеленые люди с этими корзинами, которые вроде собирают грибы, переходят через границу. Что мы делаем? Их очень много. Вот какая ситуация, что делать? Сидеть министр обороны и серьезно начинает на такой провокационный вопрос отвечать. Понимаете? Вот на все услышание. Потом это было во вторник в газете. А что он ответил? Сценарий? Ну, ничего страшного. У нас 2% мы сейчас получим, и мы будем вооружаться, и мы будем... Показывать им гребникам. Мы это все покажем, мы не допустим. Понимаете, когда, ну, я сидел с ним рядом, я говорю, 2%, я говорю, назови государство, которые платят, государство НАТО, которые платят 2%. Он назвал 3%. Я говорю, ну, их же там 28%. Он не знает. Ну, это, может быть, ну, бог с ним, он не знает. Ну, в принципе, если ты говоришь о 2%, тогда, ну, хорошо. Ну, закон даже есть 2%, ну, тогда начнем продавать за эти 2% колбасу или молоко для солдат НАТО. Делать что-нибудь. Или мы же можем шить какие-то там штаны, я не знаю, спецовку для армии. Это мы можем. Я был в нескольких этих таких фирмах, которые шьют. Понимаете, шьют. Вот одна фирма, 130 человек в Дагопилсе, шьют для Газпрома тренировочные костюмы и красивые, и в Швеции куда-то и так далее. Ну, не в НАТО. Ну, не в НАТО. Ну, почему? Ну, трусы жена солдата тоже носит. Можем шить трусы тоже. Или делать шнурки для сапогов. Можно. Я не... Понимаете, ну, можно. Все можно придумать. Ну, если ты поехал в Брюссель, ты должен сказать, что... Ну, хотя бы санкции. Хорошо. Ну, если все хором будем голосовать, но компенсации, потому что вот там тетя Веляна, у нее 600 коров, надо ей компенсировать, а то опять будет безработица и так далее, и так далее. Такого же нет. Господин Йоркенс, вам звонят уже довольно давно. Давайте примем звонок от слушателя. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро всем. У меня вопрос к господину Йоркенсу как к опытному политику. Вот скажите, господин Йоркенс, много лет перед выборами правительство обещают народу одно, а как только садятся в эти удобные кресла, они делают совсем другое. И говорят, что народу жить все легче и легче. Вот теперь сам вопрос. Как простому народу заставить эти правительства работать? Может быть, как-то бороться с ними, чтобы мы сами на предметы этих зеленых человечков не позеленели и не пошли в лес за грибами? Спасибо. Ну, во-первых, я считаю, что вот сейчас выборы через несколько дней, и мой призыв таков, что прежде чем ты отдаешь свой голос, ты подумай, кому я доверяю. Вот если он не доверяет никому, если он не увидел ни в одном списке человека, которому он доверяет, ну, тогда, наверное, ну, тогда сиди дома. Но сидеть дома – это тоже неправильно. Надо идти, голосовать, и надо находить людей в списках или списке, которым я доверяю. Вот это основной принцип, да? Которым я доверяю. Вот я доверяю. Я вот смотрю на это лицо, вижу красивая женщина, дама, умно говорит, я за нее буду голосовать, я ей доверяю. Она не может соврать, да? Примерно, да. Ну, если она врет, то просто вот, ну, нужно врать, чтобы я понравился или я понравилась. Потому что, ну, вот сейчас говорят о налогах, повышении пенсии. Время, когда служба госдоходов говорит, что казна пустая, нельзя никаких уменьшений и так далее, или повышение минимальной зарплаты – это все на бумаге, денег нет. А министр финансов говорит, что, вы знаете, если вот демографическая структура будет такова, то очень скоро мы будем платить не пенсии, а пособия. Некоторые уже говорят, выступая от кандидатов депутатов, лидеров партии, что у тех, у которых пенсия выше 700 евро, это надо срезать и разделить тем, у которых там минимальная или ниже минимальная пенсия и так далее. И вы говорите, врут. Ну, они не врут, потому что в программе так написано, программа же партия не может врать. Есть у них, наверное, уверенность, что вот они вот от всей души будут так работать, что хватит денег на всех. Я думаю, что они живут как оптимисты. Нам пора прерваться на новости и рекламу. У нас в гостях сегодня Янис Юркенс. Не переключайтесь, в следующем получасе мы продолжим. Сегодня у нас в студии политик, лидер Латгальского списка партии Венут и Латвии Янис Юркенс. Ну, вот вы в прошлом получасе, скажем так, критиковали политиков, их обещания. Ну, а может быть, у нас и избиратель, скажем так, из разряда таких инфантильных. То есть, вот, может быть, у него такие требования тоже какие-то сказочные, скажем. Вот 12 часов, карета превратится там, вернее, наоборот, тыква в карету, и все, мы заживем замечательно, как только этот человек переступит порог Сейма. Нет такого ощущения, что у людей люди ждут вот именно этого, какого-то такого превращения, да, моментального? Нет, люди, по-моему, во всяком случае, в Латгале люди чудо никакого не ждут. Если они хотят чудо, они едут в Аглону к Божьей Матери молиться, а так они ничего не ждут. И просто вот как идешь на футбол, ты болеешь за своих. А так чудо, никто, и вот в зале встречаешься с людьми, люди встают, кричат, что, в общем, все это ерунда, это ничего не поменяется в этом государстве, это все безнадежно. Безнадежность такая в глазах людей, она превалирует. А как вы думаете, вот в принципе, вот все-таки у вас большой опыт, а что же все-таки произошло, почему правительство прямо накануне выборов, это же нелогично, с политологической точки зрения, решило вот так вот за бутерброд продать или сдать эту цитаделлу? Ну это же как-то... Это все дозволенность, понимаете? Мы в власти, мы будем в власти, у нас административный ресурс, министр разъезжает по этим, пошел дебом... По самоповлению, да? Да, раздают разные, в общем, не только обещания, реальные, там кому-то баню построят, кому-то там в больнице какую-то аппаратуру купили, реальные вещи, и тем более там же тоже развелось очень много чиновников, а чиновник понимает, если мы его сейчас, этого начальника, они не изберут или эту партию, ну скажем, Латгайская партия пошла с вену отъебать. По понятной причине, да? Ну понятно почему. Ну конечно, конечно, люди в Дагопилсе, которые работают и зависят от самоуправления, пойду голосовать, потому что не дай бог не станет там какого-то лачпасиса, ну не дай бог. И люди, вы знаете, насколько напуганы даже, ну я наверное скажу и в эфир. Вот у нас, в нашей партии, компания начала, компания начала руководить Рита Строда, бывший мэр города. Через неделю она стала по радио рекламировать Айгема. Ну вот как-то вот даже на таком уровне человек за неделю меняет свое отношение к работе, ко всему, почему я человечески понимаю. Ну наверное и сказали, что если ты хочешь остаться в театре или Дом культуры, ты должна делать вот так. И человек это делает, потому что, ну понятно, без работы сидеть нельзя, уволят, что я буду делать, выборы пройдут. Ну и поэтому вот люди так продаются, ну может быть это не хорошее слово, но люди думают прагматически. Вот так, наверное, и это сплошь и рядом. Янис Юрканс у нас в студии, еще звонок, пожалуйста, наушники надевайте. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Александр меня зовут. Вот я хочу задать господину Юркансу конкретный вопрос. Первое. Что он идет вот с этим шестым списком, с господином Швессерсом? Что у него общего? И второй вопрос. Вот у меня мать, 72 года, работала в советское время, заработала пенсию, 186 евро. И она для независимой Латвии вырастила в данный момент трех налогоплательщиков. Почему у нее такая маленькая пенсия? Спасибо. Во-первых, у меня, моя мама вырастила пятерых. Много платищиков. Да, мои четыре сестры ни одна не получают выше минимальной пенсии. Поэтому вот кто виноват и так далее, это очень большой вопрос. Мы можем говорить, почему Латвия стала одной из самых бедных государств Евросоюза. Кто обокрал Латвию? Потому что мы же знаем, что международная организация, Transparency International, говорит, что мы украденное государство. И это же кража продолжается. И поэтому вот кто виноват? Виноват те, которые, в общем-то, начали приватизацию, которая начала этот процесс коррупции. И сейчас пилят, извините, европейские деньги сплошь и рядом. Мне когда-то казалось, ну, кончится приватизация, все приостановится. Нет. Они сейчас пилят европейские деньги. Я удивляюсь, почему Европа на это не реагирует. Поговорите с людьми в Латгалии, кто получает, выигрывает тендеры на ремонт дорог. В принципе, Латгалия вся перерыта в хорошем смысле, строит дороги. Другое дело, как долго и как качественно, но не важно. Но есть большие деньги, на Латгалии 150 миллионов. Но сколько кто украл и так далее, это никто не знает. Но люди об этом все время говорят. Вот, а почему со Шлессерсом? Ну, потому что Шлессерс в хорошем смысле это бульдозер. Вот сколько энергии у Шлессерса, и я понимаю, что он знает бизнес. Он знает, он себе заработал много денег. Я считаю, что он заработает и для Латвии тоже, потому что у него есть такая хватка. Ну, вот поэтому. Вы же сами привели пример людей, которые, ну, не называя фамилии, которые, скажем так, тоже себе заработали, а вот Латвии они не заработали почему-то. Да, я вот, скажем, такой пример я приводил Латгалии, министр транспорта и сообщений, да, САТЭКСМИНЕСТЕРС, вот, беседа, и я говорю, ну, Тейр Болтык работает за прошлом году с минус 20 миллионов. Вы знаете, какая его месячная работа у этого начальника Аэрболтык, это государственное предприятие? Зарплата. Зарплата. 33 тысячи евро в месяц. В месяц, да. 33 тысячи. За что? За то, что он работает, это предприятие работает с убытками? Ну, я понимаю, если бы он зарабатывал там 300 миллионов в год, ну... Ладно, 33, не жалко, да? Не жалко, но если с убытками за что платить, это не единственная структура, которая платит такие деньги. Да и вообще, вы знаете, вот почему? Вот Годмани соругают, Калвиды соругают, но с этими людьми, хотя бы сидя и осуждая, не осуждая, а обсуждая какие-то вопросы, но эти люди, знающие, с ними интересно, это не просто болтовня какие-то там, вот, повысим, сделаем, они знают реально, как это сделать. Я не знаю, каков будет итог. Сейчас, вчера мы встречались, был какой-то там уже опрос сделан, у нас уже выше 4%, Шлессерс, оптимист, как всегда, он надеется на 20% тех, которые сидят на заборе, не знают, за кого голосовать. Ну, так что, вот, царит такой оптимизм, и, конечно, с оптимистом всегда веселей даже проиграть, нежели с пессимистом выиграть. Ещё, пожалуйста, звонки, слушаем вас. Пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Скажи так, ну, интервью с журналистами, да, Андрис Берзинч, ну, тот, который у нас президент, сказал так, что мы отстаём Валде и Баспар Валде, извините, не знаю, как перевести, управление правительство, да, управление отстаём от Эстонии на 10 лет. Ну, вдруг выборы наши, которые 4-го числа, Иоанн Сюркан станет министром, то есть, а лету министр, что он посоветует президенту Берзину, что нам делать, чтобы хоть на годик приблизиться к Эстонии? Спасибо. Во-первых, я посоветую развернуться всему государству лицом к России, к нашему соседу. Я посоветую в Брюсселе, прежде чем голосовать за санкции, получить компенсации. Я посоветую не ввязываться в конфликт Россия-Украина. Сейчас говорят, мы должны посредниками работать и быть посредниками. В общем, наша внешняя политика должна стать очень хорошим инструментом, чтобы помочь решать очень серьёзные внутриэкономические проблемы. После того, как Вы посоветуете развернуться лицом к России, у Латвии не возникнет проблем с США и Евросоюзом? Извините, это моё государство. И задачей каждого правительства заботиться о том, о благосостоянии своего народа. Если наши отношения с Россией дают пользу хотя бы той же Латгалии, когда людей не будут выбрасывать на улицу, когда наши товары будут покупать в России и в Белоруссии, то я считаю, я сделал хорошее дело. А слушаться наших союзников, ну, наверное, в каких-то делах, да, но не в такой мере, чтобы себе стрелять в ноги. Но ведь у нас, скажем так, не было таких обострённых отношений с Россией до украинского конфликта. А ситуация в Латгалии возникла не во время этого конфликта, скажем так, а гораздо раньше. Я думаю, в течение 25 лет независимости у нас никогда не было нормальных, хороших отношений с Россией. Помните возню, когда вывод войск, как возились, потом заключение договора границы, Пабрикс написал какую-то преамбулу или какое-то дополнение к договору. Россия возражала, целый год большой шум. Пабрикс изображал большого патриота. Через год тот же Сейм, тот же Пабрикс выкинули вот этот вот дополнительный документ к договору и заключили, слава Богу, договор границы. И таких примеров очень много. Ну, вот, например, вот сейчас вот этот последний. Ну, зачем нам ввязываться вот в эти... Россия, Украина, зачем нам туда ввязываться? Что мы можем... Какие мы там посредники? Я считаю, что у нас никогда не было нормальных отношений с Россией. Да, торговля шла, но чисто политически. Как ни выборы, то все время нагнетается такая атмосфера, что... Если сейчас Мара Залы, знаменитая поэтесса, говорит, ну, если, не дай Бог, вот согласия эти придут к власти, то мы уже все растеряли свою независимость. Так каждый раз я так скажу. Ну, это каждый раз так говорят, да. Каждый раз так говорят и пугают. Поэтому и в дебатах ты чувствуешь, что главный вопрос, и это говорит Венова Тиба, безопасность. Мы гарант безопасности. Мы гарант того, что вот эти зеленые человечки сюда не придут и так далее. И вы знаете, что... Знаете, где самая большая проблема? Это в том, что люди не понимают, что вот русских, которые все время называли чужими, они стали чужими этому государству. И в Латгале это чувствуется очень-очень хорошо. Вот как этих вроде как чужих, но своих вернуть назад, вернуть им веру, что Латвия тебе не мачеха, что это твоя родина и так далее. Это самая главная проблема, по-моему, вот чисто в политическом смысле. Но сейчас об этом никто не говорит, не думает. И думаю, что... Ну, скажем так, Венут и Латвии думают об этом хотя бы, по крайней мере. Вы вот обмолвились в первом получасе, опять же, что вот гуляешь по... Ну, ходишь по различным местам, где-то там по рынкам и так далее, и понимаешь, что этим людям ничего не можешь обещать. Ну, зачем тогда идти, если ничего не можешь обещать? Нет, ну, просто говорить, что не можешь обещать, потому что ты не у власти. Ну, есть, скажем, какие-то вот все-таки варианты выхода вот к тому, чтобы этих чужих людей сделать, ну, может быть, не совсем уж там в доску своими, но, по крайней мере, развернуть их лицом? Сделай государству привлекательным. Дай ему работу, не обзывайся, разреши ему получать образование на своем родном языке. Сделай вот такие вещи, элементарные вещи. Они ведь не угрожают государству, наоборот. Да, не называй их потенциальными союзниками, зеленых человечков и так далее. Не делай из них пугало. То есть, прояви уважение, хотя бы в законодательстве, избирательное право на местных самоуправлениях. Для неграждан, да? Да, сделай так, чтобы люди могли легче интегрироваться в это государство. Сделай так, чтобы люди... Человек очень чувствительный, он очень быстро почувствует, что к нему относятся по-человечески. Но если сегодня, представляете, где-то 12% или 200 тысяч людей не могут обратиться к врачу, вообще не могут пойти, 200 тысяч, это три дауга упился, да? То какого может быть отношение к государству? Это уже не русский... Никто не может, вот из этих 200 человек. Но сделай так, чтобы они могли получить нормальное медицинское обслуживание, и то уже отношение будет лучше. И отношение к государству, в общем-то, становится все более и более отрицательное даже у граждан, латышей, потому что государство, оно ничего не делает, чтобы не стало лучше, а наоборот, с каждым годом хуже и хуже и хуже. У нас в гостях Янис Юрканс. Надевайте наушники, еще звонок, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос следующего плана. Существуют ли какие-то нормы, которые связаны с градацией чиновников на разных уровнях? То есть, например, есть руководитель, у него один зам, и у него, например, секретарь и помощник, да? То есть, насколько возможно, чтобы штат чиновников разрастался или уменьшался? Есть ли какие-то закрепленные законодательства нормы? Спасибо. Спасибо. Я считаю, что нормы должны быть... Помните, была такая рубрика, если бы я был директором? Я думаю, что государство должно провозгласить такой, бросить клич «Talpibus Regimes». Режим экономии. И в каждое министерство, если сократить штат на 30%, никто не пострадает. Я бы ликвидировал министерство иностранных дел. Вообще? Да, министерство обороны. Потому что мы уже не делаем свою внешнюю политику, мы не решаем вопрос обороны. Это все делается в Брюсселе. То есть, оставить какие-то департаменты? Ну, в департаментах, зачем нам 44 посольства в мире? Что они делают? Какой толк из того, что у нас там сидят люди, которые, в общем-то, ну да, представители, ну да, пошел на прием, ну, приехал на машине с флажком. Ну, это можно делать тогда, когда... Ну, туристам можно помогать, например, которые попали в сложные ситуации. Для этого сделай службу... Консульскую. Да, почетный консул. Такие службы у нас были в самом начале года консулс. Местные люди с правом помочь тем, которые потеряли паспорт или там визу. А какие сейчас визы, в общем-то? Сейчас и Россия по Европе без каких виз? Поэтому, если так серьезно, подойти, есть на чем экономить. И очень много можно сэкономить. Но сэкономить, это значит, что потерять потенциального избирателя. И еще звонки. Сразу по двум линиям вам сегодня звонят. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Да, здравствуйте. Я здесь всего хочется сказать большое спасибо господину Юрконцу за его здравые слова. Мне кажется, он немного из тех здравомыслящих политиков, которые еще в Латвии существуют. У меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что вы не выиграете выборы, прежде всего, по двум основным причинам. Прежде всего, разобщенность между русскоязычными и латышами. Все-таки латыши определяют здесь, какое правительство будет в Латвии. И второй вопрос. Вот, ну, прежде всего, армия чиновников. Сколько в Латвии чиновников? 400 тысяч. У каждого есть семья, у каждого есть родственники. Поэтому все-таки ничего не изменится, к сожалению. Ну, спасибо. Ну, я слышал такие настроения, что изменить в государстве ничего нельзя, это все безнадежно. Но это будет безнадежно, пока на выборы пойдут люди, которые не думают и не голосуют по принципу «я этим людям доверяю». Если будут просто вот такие прагматические голосования «я проголосую за этого, потому я сохраню свою работу», ничего, конечно, не изменится. А вы думаете, что избиратели, которые проголосовали вот в прошлый СЭИ, например, они не доверяли своим избранникам? Я думаю, что, ну, что касается согласия, скажем, да, это близкое и так далее. Я полагаю, что очень многие люди уже устали от того, что, ну, их не берут во власть. Они не умеют стать партией власть. Вот это самая большая проблема. Я думаю, что, ну, это мы не будем сейчас разбирать. Те, кто правящие партии, те, кто во власти, вот их избиратели разве им не доверяют, когда они идут на выборы? Вы думаете, это чисто какое-то… Прагматическое голосование, я уже говорил. А в чем прагматизм в чем? В том, что я сохраню свою работу. То есть доверяют, по идее? Ну, это не доверие, это просто… Административный ресурс, да? Это, называй, как хочешь. Я знаю, что они жулики, я знаю, что они красиво поехали в Грузию и распилили банк неправильно. Ну, ничего, ну, а я сохраню свое рабочее место. Я буду там, где я есть, и я ничего не потеряю. А то, что они украли, ну, это же не… Мы же привыкли к этому. Ну, инстинкт самосохранения, скажем так, срабатывает? Срабатывает. Ну, можно за это людей винить, я не знаю. Просто, знаете, как сегодня человек должен подумать? Вот наступают очень тяжелые времена. И будет очень сложно управлять государством тем, которые этого не умеют, и у которого нет опыта. Потому что я не хочу никого пугать, но времена наступают очень-очень сложные и тяжелые. Поэтому нужны люди, которые знающие, у которых мудрые, у которых есть опыт. Я не думаю, что мы должны позволить… Или мы не должны жить в лаборатории, где над нами делают эксперименты нечестные люди. Ну, в принципе же, эксперимент такой затянувшийся уже 25 лет, тот же самый эксперимент, и люди уже с опытом, в общем-то. Ну, понимаете, вот с опытом. Они знают, что кандидат в премьер, он же никогда не будет кандидатом, он не будет примером, ну, хотя бы господин Лэнбергс. Но он не может быть, и он не будет, и он не хочет. А почему? Может, люди верят в это? А люди верят, потому что люди не думают, люди вообще очень мало думают, к сожалению. И поэтому, ну, вот если человек думает, а почему он все время не вылезал, а тут вылез из окопов и хочет стать примером. Это случилось тогда, когда Вейюнис съездил в Грузию, и начал падать рейтинг зеленых крестьян, и Лэнбергс, в общем, вышел из окопов, чтобы помочь этой структуре остаться партией власти. Ну, если что говорить о Лэнбергсе, то можно тут аргументировать тем же, привести тот же аргумент, который вы привели, что вот он сделал свой город таким, и вот, значит, соответственно, страну. Ну, хорошо, если бы это было бы серьезно, что он будет, но он же не будет, он не хочет быть, и он не может быть. Понимаете, он не может быть примером Латвии. По многим причинам, и мы это не потому, что у него нет качеств. У него есть эти качества, но у него есть другие грехи, из-за которых он не станет никогда примером Латвии. Насколько, по-вашему, изменится состав Сейма и состав правительства после выборов? Никак не изменится. Я думаю, что те партии... Вообще никто не попадет никуда? Ну, судорба войдет. Ну, вот судорба войдет, скажем, да, это ясно. Вот она вошла, будет ли она в позиции, я не думаю. Я думаю, что те партии, которые сейчас у власти, у них будет больше, около 60%, и они будут рулить. Конечно, еще... Да, вот я так полагаю. Конечно, понимаете как, люди хотят голосовать всегда за новую какую-то партию, которой можно вроде поверить, они еще ничего плохого не сделали. И здесь у судорба очень большое преимущество. Она даже может выиграть. С учетом Цитаделла, да? С учетом Цитаделла, ну, скажем, наберет там 15-17 голосов, вернуты бы намного меньше. И, ну, все равно, когда все это сложится, то партии власти, по-моему, останутся у руля. Может, такой последний вопрос, не кажется ли вам, что, может быть, сейчас многие об этом говорят, назрела необходимость как-то поменять структуру управления страной, не знаю, перейти к президентской республике, к всенародной избранной президенту, ну, к примеру. Ну, для этого надо 67 голосов или кнопку в Сейме, это раз. Во-вторых, если мы говорим о том, что люди голосуют очень неразборчиво, то президентом страны может стать человек, который совсем не годится или не достоин быть президентом государства. Такие примеры были у нас рядом в Литве и так далее. Поэтому пока народ не начнет думать, пока люди не поймут, что их голос на вес золота, ничего не изменится. Спасибо у нас в гостях сегодня этим утром. был Янис Юрканс, ввели программу «Абикалкин», я Наталья Михайлова. Не переключайтесь, через несколько минут мы продолжим. Принцип отданных ключей обсудим после девяти.